Огарёво Россия и Китай не строят никаких военных союзов, по примеру, времён Холодной войны, а наше взаимодействие с вами носит конструктивный характер и является серьёзным фактором стабилизации международной обстановки в международных организациях и, прежде всего, в организации объединённых наций. Ну и, конечно, немаловажно, на всё возрастающее значение приобретают и наше сотрудничество, наши контакты в военной и военно-технической сфере. Что касается военно-технической, то здесь, конечно, на первое место выходит наша работа в высокотехнологичных сферах, имея в виду и космос, в том числе высокоарбитральные группировки, имея в виду и современные виды вооружения перспективные, которые, безусловно, обеспечат стратегическую безопасность как России, так и Китайской Народной Республики. Укреплению нашего взаимодействия на этом важнейшем для наших стран направлении. Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушении, по-моему, своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за рамки, за географические рамки своей деятельности. Всё больше и больше Соединённых Штатов втягивают все страны альянса в создание напряжённой обстановки в Азиатско-Тихооргянском регионе, стараются создавать там новых военно-политических альянсов, включая страны региона, и, прежде всего, руководствуясь своими, конечно, собственными, скажу прямо, корыстными интересами. Но мы всё это видим, и вместе с нашими друзьями, в том числе и, прежде всего, с Китайской Народной Республики, реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским воздушным учениям. Проводим это на регулярной основе, и уровень нашего взаимодействия постоянно повышается.